Собираем свои клеры. Добрый день еще раз. Это простой будет у нас, простой клер с белковым наполнителем. Можно из него также сделать небольшого лебедя. Но мы испекли специально для больших и толстых лебедей, как я. Лебедь это все-таки большое животное. И оно должно быть большое. Вот это ты делаешь, эклеры для лебедей? Это просто эклеры пока. Дай мне куда сложить подносик. Мы много сегодня не будем делать, а завтра если что, доделаем. Они посыпаются. Десто не съем тяжелое? Нет. Они очень легко делаются, да? Да, оно простое тесто. Там яйца, вода, макгалин, мука, соль. В каждом есть справочнике, как делается заварное тесто. Мы пеком 180, а вы ориентируйтесь на свою дочку. Поэтому вот так у нас получились вот такие клерчики. Это берется такая вот заготовка с сердечком выпеченная. Разрезается пополам. И как вам будет удобнее, сколько вам не жалко белкового крема, делаем наполнение. Отсаживаем. Отсаживаем. Делаем якобы крылышки. Вот наши вопросительные знаки. Мы их нам уливались. И, пожалуйста, уля, простейший лебедь. Как бы смешно ни звучало, мощенкозистый. Посыпаем пудрой и получаем шикарный результат. Я думаю, любой стол может украсить такой. А главное, можно сделать с бытовым миксером абсолютно свободно. Так что вот так. Выглядит очень эффектно. Это старое пирожное, которое еще меня учило делать. Ну, кондитер, который занимался только паркер, служил. Там любили к ним заходить с черного хода. Она была уважаемая. И поэтому их можно... Но это, конечно, сделать поменьше. И не начинуть просто красный крой. Но это надо сделать тогда маленький. Иначе икра будет целая. Чем красная иква? Да. Легче с красной иквой? Да. Делается очень много всяких. Это типа корзинок можно использовать. Все, что угодно. Можно сюда с битой сливки. Можно, извините, наполнение делать даже с этими. Как вам объяснить? С фруктами. Дорогими, дешевыми. В общем, у кого на сколько хватит фантазии, можно это делать. Надо будет сейчас одно опробовать. Конечно, надо попробовать. Надо знать, что продает. Да. Это заварной крем. Он безопасный, потому что мы добавляем горячий сироп. Ну, если плотности маловато, можете добавить туда сахарную пудру, уксус. Большой гигантский совет. Не сыпьте лимонную кислоту, добавляйте уксус. Пена даже с первых минут взбивания просто белков, добавив немножко уксуса, пол чайной ложки. Вы увидите, как масса растет на глазах. Так что, а лимонная кислота не действует так. Уксус это 0,9%. Так что... Тебя в кадре не видно. Ну, у меня шею видно мою большой. Да, я покажу на подносе. На, что пару лебедей. Мне, кстати, больше без пудры нравится, чем с пудрой. Этих лебедей мы слепили буквально, ну, за час. А сначала больше времени выпекание заняло и само остывание. Все. А остальное лепи. Можно еще поднос? Знаете, какая прелесть. Можно растопырить больше крышки. Ну, получается шикарное пирожное. Выглядит огромным. Вес маленький. Оно и было раньше рассчитано на 100 грамм. А объем был просто волшебный. Так что вот так вот. Можно сейчас сделать из такого маленького будет лебедя. Сейчас я вам покажу из другого эклерчика. Берем вот такой эклерчик. Простой эклерчик. Разрезаем. Получаем две половинки. Верхушку посерединке. И вот дело крылья. Забиваем. Белковым кремом. Ставим вот так. И ставим вот так. Все. Это мини-лебедь получился. Более-меньше. Может даже вот больше вот этот подойдет. Ну, а большой это как уж на ребенка рассчитано. Он видит огромное пирожное. На самом деле вес у него будет кое-как засухно. Не знаю, что еще добавить. Если кому будет интересно, я научил вас делать шикарные голубцы из пекинской капусты. Пекинская капуста, рис. И еще открою огромный секрет. Сделать как? Чтобы шикарный рис. Шикарный рис, когда добавляешь, сглаживается все. Так что, ну, это в следующей серии нашего выступления, как я смеюсь. Так что, не знаю, что даже еще сказать. Сказать, что очень вкусно. Ну, да, конечно, это свежие белки. Обязательно делайте заварными. Сормонолез бродит. Как бы мы яйцо не обработали, как бы мы его не помыли, но все равно сормонолез присутствует. Но главный нюанс, если вы добавляете уксусную эссенцию, вернее, 9% уксус, вы тем самым обезвреживаете еще. Это многие компании добавляют уксус. Это как консервант, раз. И, во-вторых, он убирает вот эту ненужную микрофлору. Я еще не помню, где бы, чтобы была вспышка вот таких вещей, где добавляют уксус. Ну, это не говорят. Это секрет. Там все, ой, лимонная кислота. Лимонная кислота плохо растворяется. Качество у него хромает непонятное. И эффекта она не дает никакого. Так что, ребята, девочки, мальчики, делайте заварной крем. Не бейте сырые белки. А если бьете сырые белки, обязательно уксус. Так что, что еще добавить, я не знаю. Я говорю, то, что очень вкусно. Вкусно я не спорю, даже спорить не буду. Так что, вот, а то, ребята. Ну, а сегодня все, наверное. Сережа, выключи тогда. И снова здравствуйте. Это Дмитрий уже попрощался. А я хотел рассказать вам, ну, хоть первый раз таких лебедей делали. Именно здесь. Мы делали заварную крем уже? Уже весь в креме. Только взял, уже весь в креме. Но это не чисто заварную. Это белково заварную. Ну, белково заварную. Это разные вещи. Хочу попробовать именно так, чтобы. Крем обалденный. Этот же крем, по идее, когда еще немножко подсохнет, он будет такой, как зефир, да? Это безе. Да, это безе. Это безе. Безешный крем, только туда еще добавляется в безе крахмал обязательно. И он тогда сдерживается. А кому будет интересно, мы скоро начнем на пробу печь куличи. Да, скоро Пасха. Я пек куличи довольно-таки очень красивые. Но крем воздушный просто бомба. У меня была напарница, она делала куличи и с зайчиками, и с мишками, и всякие-всякие. Настолько красивые были куличи, что у нас их грибли сотнями. Мы падали через камеру, не передается. Крем прям воздушный. Ну, да, он совершенно универсальный крем. Он всегда был самый... И при СССР особенно его любили делать, и он простой в Крым. Так что вот такая вот ерунда. Это опять был антракт на покупателей. Продолжаем нашу дегустацию нашего белкового крема. Воздушного, белого, сладкого, вкусного. Очень вкусный. Давно я, кстати, не ел. Я последний раз съел крем. Он же не такой, как там на трубочках был. Почему не такой? Там просто были сырые яйца, взбитые с сахаром. Ну, нет, тут-то с сиропом. Обалдена. Горячий сыр, он горячий, взбивается пока горячий. Извиняюсь, это опять был антракт на покупателя. Короче, что я хочу вам сказать. Рецепт очень прост. Прост. Если захотите сделать такую вкуснятину у себя, дома. Даже в домашних условиях здесь ничего такого сложного нет. Крем взбивается очень легко, даже обычным миксером. А мы будем дальше работать. Главное, я всегда говорю, что можно взбивать. Это берешь один белок и где-то грамм 50-60 сахара. И когда ты взбиваешь, туда немножко надо уксуса. То есть, людям будет интересный рецепт, мы расскажем поддельно. Да, за счет уксуса будет очень долго держаться. Многие не делятся, многие не говорят. Ну, мы вам его расскажем бесплатно. Берите, пользуйтесь. Взбивать миксером. Вот это у меня взбито миксером. За счет уксуса вообще моментально взбивается. Не надо бешеных машин, которые там стучат по полчаса. Это все лишнее. Так, на этой ноте будем с вами прощаться. По поводу всех рецептов пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И вот так. Потом даем. И еще хочу добавить. Спрашивайте не только по этим. Я, в принципе, знаю очень много. Не всегда, конечно, я это делаю. Когда мне интересно, я делаю. Так, когда мне интересно, я не делаю. Поэтому спрашивайте обо всем. Могу дать рецепт прекрасного. Надо сделать будет нам как-нибудь. Кичи молоко. Без агара. Агар дорог. Это на кичи молоко, на желатине. Результат шикарный, конечно. Правда, надо будет натуральное молоко сгущенное. И масло сливочное. Но мы его как-нибудь на нерв повторим. Сделаем этот рецепт. И получим шикарный рецепт. Очень вкусного тортия. Я бы его чаще делал. Но фигура не позволяет таким вещами заниматься. Становится страшнее. Да, на вот этом креме я бы сейчас... Нет, он настолько легкий, потому что там уже нету чисто... Понятно, воздух, но все равно здесь белок. Так что давайте прощаться будем. Спрашивайте обо всем. Оставляйте свои комментарии, пожелания. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте класс. Все, до новых встреч. Всем приятного аппетита. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok